Там Саня нам логотип хочет прислать Ну, давай уже сегодня без логотипа А в следующий раз Сделаем его Всё, вот Наш Камали И кто ты такой вообще? Спрашивает нас Камали И что тебе от меня нужно? Я вообще не хочу ни с кем сейчас разговаривать Дадим ему письмо Письмо от отца Ну, конечно, ему легко говорить, что нужно быть смелым, храбрым, отважным Это же не он И уйти к валу прямо сейчас То есть Как интересно я должен получить от него эту чешуку, если он так расстроен? Что? Ты хочешь сказать, что ты сможешь его успокоить? Ах, да ладно Это проще сказать, чем сделать Ты просто хвостун Знаешь что? Если ты найдёшь мне кого-то, кто сможет Пробраться через все преграды И добраться до самого головы Тогда я послушаюсь всего Что он мне скажет? Что? А, это? Да вот, я когда держу эту штуку, меня это успокаивает Забывай обо всём плохом Местный вариант Вью Красивая штучка, да? Называется Жемчужина Дина Мне его бабушка дала Она была дитантом в валу И она была единственной На этом острове Кто понимал Язык в валу А, бабушка Да, если бы она сейчас была жива Она бы успокоила в валу Это точно А что мой отец и остальные? Они, конечно, пытаются Но у них не получается Я точно знаю, они не смогут Никто не сможет больше успокоить валу Это невозможно Что? Слушай, ты можешь пять за сколько влезет Но я эту штуку тебе не отдам Это моё сокровище, понятно? И просто так Первому встречному Не собираюсь отдавать Своё сокровище Ладно Наверно, всё-таки Пойдётся нам Поработать Прежде чем Сможем заполучить Эту жемчужину Попробуй встретиться с Медли Такой пепел летает, как Саундхиллер, да? Да, такое не очень дружелюбное место Но это пройдёт Это вулкан, наверное, какой-то, да? А вот сейчас всё расскажет Девочки О, ты правда пришёл Нормально нас слышно За этим ветром В общем, извиняется Пригласил нас в такое опасное место Конечно же, это не свидание И срочно нужна наша помощь Как и всем в этом мире Вот как раз речь идёт об этом месте Здесь когда-то был Красивый источник Вот его ручья А вокруг него был Красивый пруд Здесь было мирно Очень симпатично Но потом Великий Валу разослился И Гора Начала трястись И вот этот булыжник большой Упал Прямо посреди источника Собственно говоря Источник закушал Результат налицо Ну, вот она решила поинтересоваться Что там в Принске было Она почему-то винит себя В том, что Принс Камали Ведёт себя именно так Вот она опять рассказывает О том, что Бабушка Принца Камали Была адъютантом Великого Валжи Она была Великой женщиной И Кроме этого Она была Учительницей Медли Была доброй Смелой И В общем Лучше всех умело Ладить с Великим Валом Скромничает девочка Не считает себя В общем-то Достоин Нести Эту почётную миссию И если бы Только у меня Было столько силы Вот сколько было у бабушки То В принципе Камали Обязательно Чувствовал себя Более безопасно Снова Просит нашей помощи Она хочет Пробраться К маленькой Часовной Светилищем Которая находится Возле вершины И гнездовья Дракона Но Вот только Не может забраться Высоком Бросит Чтобы я сделал Ветер Конечно Мы тебе Поможем Задача в том Чтобы забросить Ее на эту доску Нет Посмотри С микрофоном Сейчас у тебя Поедение Что микрофон? Хуже слышно Луже Вот так нормально Вот так лучше Вот сейчас Не должно быть проблем Тут ветер просто Мне себя Само очень Очень хорошо слышно Но я вот сейчас Громкость игры Убавил Если будет Слишком тихо Говорите Здесь просто Нужно дождаться Ветра Ветра Смелая девочка Я тоже немножко Учил язык Дракона Мне конечно Не хватает Уверенности В себе Но В общем Если что-то Со мной случится Позаботься Пожалуйста О принце Камали А вот тебе Знак благодарности Полезная штучка Пустая бутылка Вот кстати Пустые бутылки Очень полезный предмет В любой игре Из серии The Legend of Zelda И очень редкий К тому же А и очень дорогой Здесь они стоят По-моему По тысячу рупий Если я не ошибаюсь То есть это около того Самое интересное Тебе же можно носить Сколько там До ста сейчас Да Или Там Ограниченный у тебя Карман сейчас Сейчас у меня Нет У меня еще Много в инвентаре На самом деле Место Нет Так карман на рупий Тут тоже должен быть Совершенно А Карман На рупий По-моему Только сто Да Ну только сто Я могу сейчас набирать И все При этом Тысячу стоит бутылочка Да То есть то что Нам пустая бутылка Досталась Это очень Очень большая удача Сейчас попробуем Пофиксить проблему С источником А нет Мы ее не пофиксим Потому что мы пока Не можем носить Бомбочка Продолжение следует ну вот и новости Медли кто-то утащил непонятно куда какие-то странные существа схватили ее вернее девочку, которая выглядела как Медли что странно, говорит наш почтальон потому что я точно знаю, что Медли не могла бы пробраться в то место, откуда украли похожую на нее девочку потому что, поэтому, скорее всего, здесь кто-то что-то напутал но все равно как-то это меня обескураживает еще бы мы-то знаем, что это был Медли смотри, говорит Закамали и что за нее смотреть слушай, Нюка, какая у тебя сейчас задача? что-то должен делать потому что я особо не понимаю я думаю, что люди тоже не понимают задача на самом деле как-то пробраться к драконам а вот как? это уже вопрос тут в чате пишут, что мы одного человека уговорили купить Ringwaker да это ради этого мы и делаем я думаю, что он не пожалеет что если нам здесь воспользоваться нашей палочкой? это ради этого мы и делаем что-то просто горят то, из-за чего эту игру называют Windwaker сегодня игра получается намного лучше, чем вчера пристрелялся у меня просто задержка небольшая идет поэтому сложно попасть в ритм а это Бог Ветров так-то и есть новый Повелитель Ветра? я наверное буду называть это Повелителем Ветра потому что будитель Ветров как-то будильник Ветров как-то не звучит знаешь, для новичка у тебя очень неплохое чувство ветра ты мне нравишься, парень вот эта мелодия, которую ты только что научился она дает тебе контроль над направлением Ветров в зависимости от того, как ты используешь эту палочку это может быть и хорошо и плохо если тебе нужен плохой пример того, как эту палочку можно использовать то тебе нужно повидать моего брата увы, мой брат, которого зовут Сайклос в общем пошел не по той дорожке теперь издевается над людьми мы кстати тоже попадем под раздачу так что если ты встретишь циклона в море передай, пожалуйста, большой привет моему брату вот это и есть моя просьба к тебе не буду рассказывать где и при каких обстоятельствах мы встретимся с его братом вы сами это увидите по поводу текстур здесь вот команда, которая занималась перерисовкой текстур говорит, что мы почувствовали себя археологами знаешь, когда вот откапывают какие-то древности откапывают какие-то древности не пускают не пускают нюк там спрашивают, бутылочки не приплывали там от пользователей нет, пока бутылочек не видел видно не так еще много людей разобрались как работает фишка эта до этих бутылочек еще дойти надо вообще ну как бы да ну как бы да что же произошло с этим островом мне нужен магазин магазин тут только плавучий, да? да странно, что я не могу забраться на этот момент ну ладно ну ладно потому что вот когда откапываешь что-то, да? работы архитектор ты сперва и не представляешь, что ты там откапываешь потом уже по мере того, как ты выбираешь нюк тут спрашивают в 2002 году еще использовались вот эти вот же текстуры вроде же их все перерисовали, нет? все перерисовали полностью полностью все текстуры перерисовали ну то есть не скажу что с переменным успехом то есть вот меня лично не устраивает только вот меня не устраивает только вот текстура песка а вот они в магазине вот все остальные текстурки довольно красиво перерисованы просто люди когда перерисовывали они часто не представляли вообще что они перерисовывали ну тут говорят что переводчики в играх не понимают что они переводят так же самое здесь ну это неправда с Nintendo все не так Nintendo они переводят сразу же игру изначально то есть они не дают никому никаким outsourcing конторам переводить игры они сами все переводят поэтому это не к Nintendo нет вот как раз в случае с Nintendo нет вот как раз в случае с Nintendo да тут почему собственно говоря вот одна из причин что нет переводов на русский язык такой казалось бы игры основной как Зельда то есть вот мы уже писали об этом на нашем сайте ну не все наверное читали как работает команда которая переводит вот допустим на английский язык вот в Америке Nintendo Америка команда которая там работает там не просто переводчики работают там работают не просто люди которые разбираются в японском языке естественно кроме того что отличные переводчики они еще и профессиональные писатели то есть мало просто перевести текст то есть нужно его перевести так чтобы сохранить дух Зельды сохранить смысл какие-то вот какую-то игру слов чтобы это все сохранять для этого мало просто хорошо знать японский язык по мнению Nintendo для этого нужно быть реально вот профессиональным писателем поэтому ну вот представьте да в команде ну чтобы перевести вот такую насыщенную текстом игру как допустим Зельда нужно по идее получается найти команду переводчиков которые для корректного перевода должны переводить с японского то есть нужно как минимум 5-10 человек которые будут во-первых отлично знать японский язык а во-вторых являться профессиональными писателями ну то есть если в Америке эта задача еще худо-бедно выполнима то я вот даже не представляю с чего начинать допустим искать таких людей у нас в России там не знаю на Украине то есть задача ну очень очень сложная да кто смотрел интервью наше в видеорепортаже там Яша говорит что людей набирают сейчас в Германии для того чтобы делать переводы директов переводы делать игр то есть кому интересно заходите на сайт Nintendo в Германии смотрите там можете в принципе устроиться на работу да вполне реально то есть хотя конечно отбор там очень строгий все все реально ну конечно если хотите переводить зельду то как минимум должны знать японский язык потому что с английского языка переводить зельду никто вам не даст ну разве что если вы сами решите вот как зельда 64 ну я не знаю может они с японского конечно но мне кажется что все таки с английским они с английского переводили да то есть в принципе учитывая как переводят игры с японского на английский возможно в нашем случае было бы достаточно и перевода даже такого с английского на русский не мне кажется лучше такой ну это мне так кажется позиция нинтендо позиция нинтендо как продастся виндвейкер если он продастся хорошо будет перевод слез если хорошо продастся ну опять же позиция интересно если половина людей не понимает о чем эта игра как она должна продастся сложно да тут спрашивают стоимость игры в ешопе она стоит 2400 а в мире при нинтендо 2000 или нинтендо и делает отметки на карте особо интересных островов это обязательно нужно всегда возить с собой приманку без мешочка для приманки вы не купите все как в лучших традициях современных коммерсантов спасибо спасибо ну там делаешь 30 покупок и по-моему должны какие-то скидки быть в этом магазине я пока еще 30 покупок не сделал но по-моему я уже близок к этому спасибо спасибо .. .. так ладно кажется я понял что надо делать пустая бутылка у нас есть здесьέт новость от жало от артв�� директора watchdog взяли интервью будет текстовая три вопроса три ответа заходите 大 agent смотрите на сайте где-то скоро понять арт-директор будет шикарно да еще такой вот интересный момент когда думали какой будет следующий не могли понять какой стилистике нужно делать это одиннадцать лет назад ты говоришь о twilight princess или про skyward sword нет я говорю о виндвейкере об оригинальной игре долго думали вот в какой стилистике делать эту игру и когда пришли к тому что вот мультяшный линк это интереснее всего и объявили об этом по-моему на какой-то е3 то народ как бы сразу не понял смысл одевать такого линка довольно странно почему народ этого не понял а карина в принципе в общем-то в той же стилистике да не смотря на это когда вот игра вышла тоже как бы спрос на нее был не очень высокий потому что ну не воспринял как-то народ вот этого мультяшного линка а несмотря на это прошло буквально несколько лет и народ что называется распробовал и мультяшный стиль и самую игру совершенно по-другому стали относиться к этой именно части она фактически стала одной из самых любимых частей почему собственно говоря сразу и попытались сделать ее ремейк нет там говорят тебя плохо слышно при первой же возможности попытались сделать ремейк именно эту игру среди нескольких тестировали первой то есть как было дело для того чтобы сделать новую зельду на новой платформе вью естественно нужно много времени да что что будешь делать а может нужно на ту платформу пройдет нет да а какую-то зельду то есть понятно было всем что народу показать нужно потому что ну как вью без зельды и естественно первой мысли было сделать какой-то ремейк на который не нужно тратить много времени но при этом чтобы результат был гарантированно удачным а по моему первое серьезное поднимение да вот это сейчас да здесь же будет босс в конце я не знаю дойдем мы сегодня до него или нет не уверен ну то мы не стоит спойлерить людям ах да да это стрим это и есть по сути спойлер ну народ знает как бы да для чего он сюда пришел то есть я я ж не могу за дам ходить там еще просят может игру чуть потише сделай еще потише ну чуть-чуть вот сделал в общем давай ты там за отзывами следи это лузеры да ты от них прятался вчера да 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 не ну если бы у меня был меч и я бы от них не прятался да там просто фишка как в чем когда берешь вот палку да а что это такое что это было вот эту палку когда берешь и уже получается как бы удар на б завязан если ты мечом дерешься а когда ты не меч держишь а предмет то б это положить и получается что ты привык вот к тому что удар по б нажимаешь на б и ты просто бросаешь предмет который у тебя или кладешь соответственно палку ты бросаешь очень сложная задачка у тебя палочка есть есть да вот еще насчет вчера по моему темик спрашивал да в чем фишка зельды вот как бы фишка зельды я считаю даже не в уникальном гаджете в каждой игре да там виндвейкер в этот раз фишка зельда вообще в том что вот все что вы видите на экране буквально все практически без исключения с этим всем можно взаимодействовать каким-то особым образом причем очень часто вы можете сходу взаимодействовать только с процентами десятью наверное предметов которые в принципе на это рассчитаны и только через какое-то время по мере получения каких-то способностей линк получает возможность взаимодействовать всем предметами с которыми раньше он не мог взаимодействовать то есть получается что вот все все что вы видите весь этот дизайн он сделан не просто так для красоты для того чтобы вы могли как-то с ним взаимодействовать вот эти допустим кувшины я не представляю как с ними можно взаимодействовать вот сейчас то есть я уже пробовал и бомбочки так внутрь бросать и и камни и и что я только не пробовал так подозреваю что мне нужно какую-то сперва получить способность потом только они заработают кстати насчет вот этого ты говоришь да что в зальди вот именно взаимодействие со всеми предметами там тебе по чуть-чуть ты понимаешь да как взаимодействовать вот в новой за льда этой который на 3d с таком уже нету там у тебя все предметы есть и мушек брать в аренду постоянно потому что ты не постепенно прошла выбрать покупать магазинчике но так как я думаю что все равно будут будут будет как бы лимит по деньгам ну да которые тоже будет истарево для чего 8 новой за льды которые будут они тоже от этой механики это идут истарево для того что она уже будет не такая ну посмотрим да анома да говорил что он устал от зельды он говорил что у меня самой зельды устал он устал от твоей механики одинаковая которая повторяется постоянно я бы не сказал что она одинаковая ну в общем то он ну то есть ты находишь в одном подземелье предмет потом приходишь в другое место его можно применять надо ходить дальше тузаково уже в новых зольдах такого же не будет вот в этом плане мне очень нравилось еще лекарствия в кейн сургивер вот это по сути была зельдата ну в метроиде тоже такое жестчество метроиде плюс вот эти сейчас дарксайтерсы также очень много конечно взяли вообще от зельды очень много взяли Ну, они не скрывали, собственно говоря То есть Зельда такая для взрослых Шикарная получилась игрушка Но Legacy of Kain Мне, конечно, даже больше нравится Поэтому, когда Скворениксы объявили о том, что они делают Что там В World of Nosgos Какой-то онлайн Онлайн-шутер командный С вампирами И кем там Зомби Оборотнями Что это за бред вообще? Кому это вообще надо? Дайте мне просто Новый Legacy of Kain Все, больше ничего не надо Никаких шутеров командных Никаких free-to-play Кто это вообще придумал? Шутеры командные продаются Сумасшедшими тиражами Это free-to-play себе Представляешь себе? Free-to-play Командный шутер в Legacy В мире Legacy of Kain Кому вообще эта дикая идея могла прийти в голову? Самое интересное Люди там Там Работали Ооо Работали над этой игрой Вкладывали в нее какие-то силы Вообще Вообще Кто? Кто? Кто это придумал? Взять и испоганить Кучу денег на самом деле Потратить на ветер Понятно же, что аудитория Которая нравилась игра Им нравилась именно Зельда В этой игре Именно сам мир И То, как ты с ним взаимодействуешь В чем тут шутер командный? Непонятненько вообще Скворениксы потом жалуются, что Никто у них игры не покупает Вечно делать ерунду какую-то Последнее время Ага Все-таки надо с ними Кувырком нужно уходить от этих Врагов Так, там, по-моему Ну вот, лава Когда получаем карту подземелья У нас появляется карта С отмеченными местами Где мы уже были И где не были И плюс Вот кроме карты Можно еще в сундучке найти Компас Вот когда компас находишь Он работает не как компас А работает как Дополнительная карта Нам просто показывают Где находятся сокровища и босс Когда находишь компас Полезная штучка Тут спрашивают Как ты к Тинглу относишься? К чему? К Тинглу Это, вот это мы Который бутылки собирает? Наверное, да Да мы с ним пока еще не подружились Толго Я его просто Из тюрьмы вытащил А Он от меня хочет какую-то уникальную карту Я пока эту уникальную карту Еще не нашел В том смысле Что он относится А, вот это вот Выпадают Какие-то вот эти вот капельки Они Имеют фактические свойства И На базе этих вот капелек Можно делать потом Поушены Но это уже когда Будут пустые бутылки И много денег Сейчас они бесполезны Просто надо собирать методически Я вот считаю Что они вообще будут Бесполезны в принципе Родячек выпадает На самом деле да То есть Вот в этом режиме Они будут естественно бесполезны Возможно когда Hero Mode Вот там придется Этими поушенами пользоваться А сейчас пока не Сейчас они пока не нужны Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ааааа! Аааааа! Ух! Нормально сейчас слышно? Да вроде как да... не жалуется. Вот это вот классическое подземелье Зельды. то есть ходим пишут тингл самый укуреный персонаж из всей серии ну не знаю как насчет укуреный а есть менее укуреный не ну однозначно по сравнению с тинглом меня почему-то он всегда ассоциируется с сексуальными меньшинствами не знаю может как-то вот такая у меня ассоциация сразу по поводу тингу то что ж такое вот полезный приемчик предметы которые можно метать закончились нужно просто выйти и снова зайти что ты пытаешься сделать а вот с бомбочку взорвать выйти отсюда пытаясь у нас же появился ключ мы можем идти дальше вот опять то о чем я говорил раньше сейчас посмотрите один из таких самых ярких примеров участия не могу туда пройти когда мне появится хлыст как у диана джонсон пожалуйста то есть не просто элемент дизайна а это вот конкретно механика геймплеер да ты спрашиваешь вопрос про виртуал канцл не понравился что он про онлайн виртуал канцлами на что да ну тут спрашивает как у нашего конкурса помнить и там был вопрос виртуал канцл почему ну когда сделать онлайн да почему мы его не выбрали этот вопрос мы его не выбрали да именно потому что я чтобы это вообще не отвечает не к тому вопрос вообще это у и вата надо было бы спросить наверно ну да закона было бросать ее можно было да не то чтобы подойти но это ж круто бросить как ты делаешь мы же в экшен играем елки вообще вот жанр игры зельда отдельный жанр по сути то есть ну как его можно характеризовать да экшен приключения ну как бы это немножко не то хотя он и экшен приключения тоже приключения шикарная конечно я сейчас своей игре наконец дошел до башни богов это вообще такое совершенно невероятное строение эпичных размеров вообще и с намеками а вот эти вот на материнские платы как ни странно я сам текстура которая похожа вот на распайку материнской платы у здания это с таким намеком на то что это компьютерная игра как ты думаешь вот допустим да в бакарине офтайм была такая камешек с подсказками да потому что он тут был бы тоже уместен в этой игре она тоже сложновато там для понимания там куда идти делать здесь в общем то нет сложности у меня только один был затык реально серьезный ну там вот я не знаю то ли перевели действительно некорректно то ли это я бестолковый то есть когда нужно было на родном острове линка пройти в одном месте и мне сказали ну дословно да если перевести не тратить бомбы потому что они не помогут в этом нам тут нам сейчас шелкой 5 бестолковым быть сложно по жизни а там надо было бы использовать просто по-другому и я просто несколько дней потратил на то что ездил искал какие-то более мощные бомбы потому что надо было обычные надо было обычное просто применить их нужно было немножко рядом сейчас сша ладоба мы хочешь расставать синих частей нужны что сс Продолжение следует... 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 Соответственно, выглядит красиво. Ну, на компьютере, да. Она такая маленькая. Мы успели ему задать буквально три вопроса. Я думаю, что многих волнует вопрос касательно графики на Wii U. Сказали, что графика на Wii U будет на высоте. То есть это будет, конечно, не компьютерная версия. Но здесь ничто не будет компьютерной версии. Все-таки компоновка компьютера — это отдельный разговор. Но она будет на очень высоком уровне. И нам обещали предоставить текстовое интервью. Это на наши вопросы непосредственно с теми, кто занимается портированием проекта на консоль Nintendo. Понятно. А посмотреть на конкурентов наших смогли? Посмотрели... Вот скажу честно, за все дни выставки на стенде Nintendo очереди стали меньше только за час до закрытия сегодня. То есть я успел добраться до нескольких игр, посмотреть, что они будут в себе представлять в последний час выставки. Просто потому, что там было не протолкнуться. Шелл, извини, я тебя перебью. Это вот Вассерман был или просто дяденька на него похожий? Знаешь, не знаю. Мне тут жена просто говорит, что Вассерман, он полнее. По-моему, да. Просто, по-моему, похоже. То есть, знаешь... Нет, это был не Вассерман. У него было мало карманов. Это не Вассерман. Да, у него нету карманов. Знаешь, он налегке... Я действительно, я увидел на улице города, случайно пересек как-то. Он выглядит так же, как на экранах телевизора. То есть он в одной и та же одевается. В одной и та же одежда, в лучшем случае, по нескольку пар. Брюк, рубашек и так далее. То есть его перепутать с кем-то просто нереально. Вернемся к конкурентам. А, опять же, на конкурентов было представлено, в принципе, сколько получается. На каждую консоль было представлено всего по 4 игры. А я понял, это был косплей Вассермана. Нюк, очень просят дойти тебя до босса. Очень просят. Очень просят. Боссы страшные здесь, реально. Боссы интересные, да жути. С ними реально интересно сражаться, просчитывать их. Ну, это вот классические японские боссы. Такие, в самом лучшем смысле этого слова. Удалось вам поиграть в Mario Kart 8 или в 3D World? В 3D World удалось поиграть. В Mario Kart играл Саша, так что, наверное, за впечатлениями к нему. Соответственно, мне удалось поиграть в те проекты, которые не успел он поиграть. Да, я посмотрел Тангами, посмотрел БНС, посмотрел, что у нас еще Sonic The Last World на Wii U и на 3DS. Кстати, как тебе, Соня? Отлично. Вот, просто отлично. Я не смог во всей уровне поиграть на 3DS. Поэтому впечатление у меня больше, конечно, от Wii U-шной версии. Но на Wii U это просто великолепно. То есть, бешеная динамика достаточно сложна при этом, при всем. А скринами, которые выложены в интернете и видео, просто не передать ощущения. Наверное, так же, как от Zelda, которую сейчас в Newk играет. Просто ты смотришь, и у тебя странные смешанные чувства. А когда ты начинаешь играть, у тебя совершенно четкое впечатление выстраивается в игре. Кто-то спрашивает, на Mario Galaxy оно похоже, как говорят, или нет? А что именно? Ну, Sonic, Lost World. Знаешь, мне не с чем сравнивать. У меня Galaxy не было. Понятно. То есть, как-нибудь появится, я смогу сказать свои впечатления. А в первую Байонету ты играл? В первую Байонету вообще? Да. В первую Байонету играл, в вторую. Вот сейчас Дэмма версию попробую. Так, если сравнить. В общем, вы поняли, надо бить горшки. Без горшков. Дим, давай так, ты будешь подавать сигнал, потому что я могу много разговаривать. Нормально, разговаривай, извини. Не могу подплетраться. Разговаривай. Вот. Ну, во-первых, качественный скачок в графике. Давай начнем с этого. Байонета вторая, она очень качественно создана. То есть, они действительно, это HD-игра, это уровень... Ну, то есть, Nintendo, когда начала, собственно, участвовать в разработке, скажем так, да, уровень игры повысился в соответствии со стандартами Nintendo. Ну, там, получается, ты как на глаз, 725, да? Или там 1080? 1080, у моего ощущения, было. Но могу ошибаться. То есть, ну, там, как бы, где-то телевизоры были лучше, где-то хуже, ну, что выставили. Но по ощущениям было 1080. Вот, соответственно, динамика просто сумасшедшая. А у самой игры, да, то есть, они это смогли сохранить. Что еще? Достаточно сложное, могу сразу сказать. То есть, ну, там, три режима игры было. Вот не смог попробовать тачевое управление, к сожалению. А так, соответственно, в остальном, там, три режима игры. Легкий, суперлегкий и нормальный. Ну, собственно, на нормальном платину выделить мне, вот, ну, в этом ажиотаже не удалось. Там достаточно сложно быть противники. Вот. На более легких уровнях это делать, в принципе, не скажу, что суперлегко, но достаточно. Если есть игровой опыт, если ты играл в подобного рода игры до этого, то, в принципе, на этих, на знакомительных уровнях платину быть можно. Вот. А что еще? Да, ну, управление удобное достаточно. То есть, грамотно расположили управление с учетом специфики джойстика. Места мало, просто там, смотри. Там на стендах вообще Pro-контроллеры были или их вообще, как бы, я вот так смотрел фотографии. Они были на одном стенде. Они были на стенде с Mario World. Я, собственно, играл, когда... Ну, пробовали с Сашей, да, мы там играли втроем. Саша играл, по-моему, на геймпаде. Я играл на Pro-контроллере. Ну, вот. А, по-моему, третья была девочка, которая помогала с игрой. И она играла при помощи нюнчак. Ну, ноута и нюнчак. Вот. Так что, по управлению... То есть, в принципе, Pro-контроллер был. Но он далеко не на всех стендах. Нюк там подсказывает, как это гадинка. Встречи себя за спину. Да я знаю, как я прибыть. Да просто на этом пятачке это трудно. Как правильно шелкни? Тенгали, тенгами? Как правильно? Ну, вообще, по-японски бумага идет... Гами... Ками. Потому что, если сделать ударение на первый слог, получится боги. Здесь... Здесь нужно, ну, учитывать специфику игры, скорее всего, все-таки тенгами. Как вам сама игра? Игра, знаешь, она завораживающая. Она достаточно легкая, с одной стороны. С другой стороны, она... Ну, как легкая, то есть, тебе нужно решать загадки. Если ты периодически играешь в подобные игры, она не будет суперсложной. По крайней мере, то, что было, опять же, в демо. Обычно ставят самые простые уровни. Но при этом очень... Она очень размеренная. Она очень... Такая... Вдумчивая. То есть, главный герой не бегает. Он мягко передвигается из одной локации в другую. Когда доходишь до... Точки, где, собственно, загадка, Используя геймпад, переворачиваешь, как бы, страничку, У тебя склады, знаешь, такие объемные книги. Вот у меня в детстве такая была, знаешь, так. Открываешь их, книжки-раскладушки. Там внутри целая, это... Целая такая... Не знаю. Получается, объемная картинка, что ли. Ну, как бы ты жанр игры назвала? Как это что? Жанр, это... Квест-логика. Вот за этой дверью, босс. Но мы пока туда пройти не можем. В общем, сработано. Вот. То есть, это, в принципе, квест. Это логическая игра, При этом, учитывая специфику. Просто у меня сейчас в голове крутится где-то вот тоже специфика подобного. Вот наш дракон. Который волнуется. И сейчас очень скоро вы узнаете, почему он волнуется. Волнуется он так... Ну, не по-детски, я бы сказал. Еще у нас в чате спрашивают насчет двух видеоимпадов там. Никаких новых элементов не показывают? Показывать ничего пока не показывали. То есть, была в основном представлена новая линейка игр. Я думаю, что этот вопрос мы обязательно Яше зададим. Возможно, что-то в ближайшее время появится. Да, самое интересное, что два геймпада в самой системе-то есть. Это возможность, она прописана. Люди, которые занимаются эмуляцией контроллера, они уже давно нашли эту возможность. Она в системе прописана. Но почему ее до сих пор не используют, это был интересный вопрос. Пока, видимо, нет необходимости такой уж сильной. Ну, как бы да. То есть, должна появиться такая игра, с которой ты либо... Чтобы вдвоем можно было играть, и это было бы необходимо, когда нужно два геймпада, да? Соответственно, либо это должна быть необходимость по игровому процессу в мультиплеере, когда ты, собственно, когда тебе нужно шесть человек и, допустим, не знаю, два соревнующихся товарища на геймпадах. То есть, один, другой и еще четыре игрока, которые столкнут. В принципе, я не знаю, сколько у Wii-контроллеров допустимых подключений, он не знает? Первый геймпад. Я знаю, четыре. Четыре контроллера и геймпад. Четыре контроллера и геймпад. Три сердечка маловато. Может быть, Pro-контроллер? Ну, в смысле? Ну, можно, да, можно четыре Pro-контроллера, либо четыре геймпад... Ну, четыре этих моутов с лунчаками. То есть, можно их комбинировать. Ну, мне интересно просто максимальное количество, и уже от этого, в принципе, наверное, будет рассчитываться пока. Я думаю, что нас ждет этот проект впереди. Возможно, он как раз... В первую очередь, его хотят потестировать на спорте. Потому что это было бы логично. Там что-то Саша к нам прорывается. Подсказывают восемь контроллеров для виде... Да-да-да. Ну, я что-то таких игр не видел. Мне тут подсказывают, что... В нашем отчете появится фотография байонета, играющая в байонетах. Да, Шел, вы Кристина нашли? Да, мы нашли. Ну, и как она? В жизни. Уставшая. Ах! Ну, такая же красивая. Знаешь, честно, как бы... Красивая девушка спорить не буду. То есть, не скажу, что совсем уж понимаю весь интернет, который сходит с ума. Ну, понятно, рядом Баранка, я все понимаю. Нет, я серьезно говорю, Баранка... Вот могу дать ей микрофон, она тоже сам повторит. Баранка я фотографировал. Здесь у него... Знаешь, в этом плане мы можем высказать свое мнение совершенно спокоен. Я понял. Как и все наши слушатели. Ну, смотри, сразу еще один помню. Либо один ушел, либо один добавился. Я не могу понять. Не успел следить. Либо 17 было, либо 15 было. Ну, на самом деле, трансляцию смотрят мало, но зато потом на Ютубе много смотрят. Прошлое уже под 200 набрало. Прошлый стрим. У всех есть возможность смотреть прям в эфире, это понятно. Будут фотографии Кристины, будут фотографии других косплееров. Их вот в этом году на Игромире было огромное количество, на самом деле. Даже организаторы говорят, что, во-первых, их было много, во-вторых, собственно, этот Игромир хвалят тем, что косплееры были на очень высоком уровне. И это действительно так. Да, тут спрашивают, с кем мы общаемся. Кто не знает, это Шелл, наш автор, редактор, фоторепортер на Игромире. Вот это мы с ними сейчас и общаемся. Они остались на двух последних днях. Ну да, им как-то проще, они в Москве живут. Да, им проще. Ну да. Ну что, какие еще вопросы? Я говорю, я кое-какие вопросы оставлю все-таки для обзора. Я думаю, что он поет уже после нашей прямой трансляции. Потому что я сам заворотно смотрю на Зельду, на бегущую Линка. Да, да. Ну ждем обзор от вас, конечно. Спасибо. Что? Что были с нами. Нет, я никуда сейчас пока не собираюсь уходить. Для меня уже все, да? Спрашивают ошибки в тексте тоже, он ляпает, что это значит? Ляпает. Ошибки в каком тексте? Не знаю. Ошибки в тексте тоже он ляпает. А это наши самые ярые поклонники, видно, подтянулись. Которые хотят, чтобы сайт был еще лучше. Ну, в принципе, все правильно. Ошибки ляпают все на самом деле, от этого никто не застрахован. Другое дело, что есть желание совершенствоваться. И есть возможность совершенствоваться. Мы этим занимаемся очень активно. Я думаю, что многие уже это заметили. Да, если сравнить с тем, что было в начале и с тем, что сейчас, конечно, не сравнить. Мы растем, мы развиваемся. Мы самосовершенствуемся. Вот, что еще могу сказать. Было огромное количество людей с 3DS. У меня за эти дни, с учетом, что я просто не успевал периодически рассматривать, у меня, по-моему, больше ста стритпасов. А, неплохо. У меня за все время, наверное, штук 30 набралось. Ну, на самом деле, там, ну, как бы, с одной стороны, совсем уж верить тому, что народ пишет в информацию, откуда они не стоят, а с другой стороны, я могу сказать, что... Сейчас, народ, секундочку. Буквально секундочку, сейчас. Так, что я пропустил? Да вроде ничего. Ну и отлично. Все замолчали. Ну, мы тебя ждали, ты просил подождать. Все думали, что ты что скажешь, а ты ничего не говоришь. Да нет, мне просто тут надо было человечка выпустить. Вот, соответственно, были игры, все, были люди из Москвы, Питера, из регионов, причем из дальних в том числе. Сейчас, секунду. Кто-то, по-моему, в Японии, из Австралии. Секунду. Вот, в общем, мы спасли Медли, и она сказала, что узнала секрет, почему так волнуется и переживает Валу. А, в общем, прижали Валу хвост. Что-то страшное случилось с хвостом Великого Валу. Вот, почему он такой сердитый. Вот, хвост, получается, свисает в комнату, которая находится под вершиной горы. И там явно что-то с этим хвостом происходит нехорошее. Что-то надо сделать, пока еще не слишком поздно. А я пойду расскажу всем, что происходит. И вот тебе полезная штучка, которую использовали Рита, когда еще у них не было крыльев. То есть это наш крюк, который можно использовать на перекладинах. Ну, или хлыст, как у Яны Джонса. Еее. Мощное, да, оружие? Ну, увы. Вот она нас учит, как пользоваться крюком. Ну, кстати, лучше всего и удобнее всего ставить какие-то вот гаджеты на определенные кнопки и также после этого их и использовать. Просто, чтобы потом не путаться. Ну, это чисто такое, для удобства. То есть потом привыкаешь к этому и так на эти кнопки уже автоматом жмешь. Все, Шелл, я, в принципе, все сказал. Дальше мы просто идем и проходим. Доходим до босса. Не знаю, посмотрим, хватит ли нам времени на босса. Если он нас не убил с первого раза. У нас еще полчаса. Ну, мы стрим дольше не будем, чем полчаса. Буквально сейчас забьем этого ужасного дракона и все. Дракона мы забивать не будем, он наш друг. Мы будем спасать его хвост. Взял, я со спойлерил все. Да нет, тут же все любят дракона, тут спойлера от особого нет. Я думал, ты его сейчас будешь бить. Да не... Дракон дружбан. Он вообще очень позитивный персонаж здесь. Я вот вижу, что нас в чате спрашивают, в принципе, в очередной раз насчет региональности консоли. Спрашивают, если консоль европейская, то будет ли она работать в японских сетях или нет. Соответственно, насколько я помню, консоль в Японии работать будет, но к ней будут подходить только игры из европейского региона. Дракон дружбан. И приятное. Нет, насколько я понимаю, в японских сетях имеется в виду, что... Ну, не в электросетях, по-моему. Интернет? В смысле? Интернет, скорее всего, интернет. Будет, у нас американки работают. Будет? Только, конечно, задержки будут ужасные. Поэтому все-таки лучше в Японии брать японскую, а в Европе европейскую. Понятно? Ну, это да. В Японии хорошо, у них больше игр выходит. К сожалению. Это вот тот вулкан, который мы видели в самом начале, когда впервые зашли в это подземелье. Только вот сверху теперь. Ну, тут комментируют на тем, что они все на японском языке, но это хороший стимул выучить японский язык. Причем, играя, ты выучишь его гораздо быстрее. А, сначала английский учили по играм, а сейчас японский будем учить. Да вообще, учить язык по играм, это самое замечательное. Это самое правильное, потому что у тебя есть интерес и стимул, ты хочешь понять, что же там происходит. Вот, поэтому лучше сначала брать какие-нибудь, конечно, логические или квестовые игры. На квестах вообще замечательно. А у тебя куча свободного времени, ты каждую отдельную текстовую диалог переводишь, тихо, спокойно, никуда не спешно. Да, ты будешь проходить игру не несколько недель, а несколько месяцев, возможно, даже пару лет. Но зато ты, когда закончишь эту игру, ты будешь знать, ну, как минимум, на хорошем стартовом начальном уровне язык. Дальше немножко подтянуть грамматику, выровнять произношение и все. И практически выучил язык, да? Мне кажется, ты несколько упрощаешь задачу. Я так английский доучил. Доучил, это другое дело. Все-таки, значит, с нуля учить все-таки по игре, я не знаю, это, наверное, сложно. Такой язык, как японский. Ну, марат... Ну, японский? Ты не прав совершенно. Думаешь. Вот, что я сейчас... Собственно, практикуюсь именно таким образом. Я говорю, я действительно очень хороший стиль. Так и начинал тоже? Нет, с Ани. В общем, практически одно и то же. То есть на курсы никакие не ходил, ничего? А позже уже проходил год, соответственно, ну, там получались частные преподаватели, которые в группе преподавали, получили там основы, как лучше изучать. И сейчас дальше состоятельно. А вот и ключ в комнату босса. На карте она у нас... уже эта комната отражается. Череп нарисован напротив этажа и череп на карте на этаже. Ну, я вам этого показать не могу. Получается, что если ты на геймпаде играешь, то есть невозможно карту вывести на экран, да? Да, я не могу вывести карту на экран. А ты сейчас как играешь, соответственно, у тебя на геймпад меню различие мы выведены? Или как? На геймпаде у меня всё, кроме игры. То есть там и карта, там и инвентарь, там и бутылочки. Ну, я сегодня видел, собственно, игру, также на одном из стендов. Немножко тоже в неё поиграл. Да. И вот, кстати, о чём я хотел сказать, что вот многие люди жалуются, что как бы непривычно, когда два экрана не рядом. То есть один телевизор, второй у тебя в руках, и ты, мол, отвлекаешься на карту и как бы это дезориентирует. Вот, хочу как бы с одной стороны это подтвердить, потому что у меня точно такие же проблемы были поначалу, когда вот я только купил приставку. Сейчас я хочу сказать, что я просто по вечерам иногда играю в ту же Зельду на геймпаде без телевизора. И вот здесь дурацкое место, он не может нормально прыгнуть никогда. И я вам хочу сказать, что вот эта вот необходимость переключаться с экрана игры на карту, она просто выбешивает. Настолько уже привык к удобству карты на втором экране, это абсолютно никак не мешает, никак не дезориентирует, когда к этому уже привык, и это для тебя является стандартом. На самом деле очень удобная штука, и я думаю, что все-таки за вторым экраном будущее. Что в принципе подтверждает то, как себя ведет сейчас и Sony, и Microsoft. То есть уже никто Nintendo не чмырит. Извините за выражение, как было в случае с Wii, да, все там говорили, что да, кому этот моушен нужен. Потом пошли все сделали свою версию. Моушен контроля. Которая не продалась вообще никак. Ну, это такой вопрос спорный. Значит, они были правы своей... Кинект очень хорошо продался. Кинект очень хорошо продался. Хотя это... Ну, давайте будем смотреть фактом в лицо. Это вариант моушен контроля. Как бы там ни было, там нет палки, но это не значит, что... Они все друг у друга слизывают, на самом деле, но начинают слизывать с Nintendo. Как в предыдущем поколении, так, собственно, и в этом. Да и до этого то же самое было. Да и до этого то же самое. По факту. Кстати, Нюк, вот такой вопрос по Зельде, в которой ты сейчас играешь. Здесь принцип тот же, как и в остальных играх. То есть, когда проходишь подземелье, сначала просто ходишь по комнатам, потом по какому-то находишь компас. Точнее, карту, которая дает тебе сразу все. И потом компас, ну или какой-то аналог, который тебе открывает все духовные секреты, которые есть. Так и есть. Да, это классическая Зельда. В лучших традициях. Только она еще и нарисована в такой шикарной стилистике мультяшной. Ну, к такому Линку немножко надо привыкнуть поначалу. Я вот не знаю, на самом деле, что так сильно людей удивило в этом виде Линка. Потому что я как бы, как взрослую игру его в принципе никогда не воспринимал, да? Какую-то серьезную там игру с какой-то серьезной графикой. Даже Twilight Princess, ну мне кажется, что там все равно такие модельки кавайные. Пусть они... Они были немножко адаптированы, извини, что я тебя прибиваю. Они были адаптированы немножко под более взрослого персонажа и менее стилизованного под мультик. То есть это был вариант такого-то именно анимешного персонажа. Я понял. Они были кавайные, они были симпатичные, но немножко другие. А здесь вот мультик по отрисовке. Он использует даже принципы анимационные. То есть когда ты убиваешь врага, вот этот дым, он именно что нарисованный получается. Не знаю, мне очень нравится. То есть как бы... Ну а смысл делать одинаковые зельны каждый раз? Да куда ж ты? Наоборот, вот когда есть разнообразие, да, и каждый раз ты ждешь какого-то сюрприза от игры. Это же, ну, я не знаю, наоборот круто, чем если вот все в одинаковой стилистике делать, каждый раз и выпускать. Да. Погорячился. Ну давай, ай! Это я уже спешу вам босса показать. Так. Уже близко. Ну, кстати, вот каждый раз, когда делают какую-то новую зельду необычную, сталкивается с вот этой вот проблемой. Что поклонники серии не сразу воспринимают новую рисовку, новый стиль графики, новое направление, в котором работают его авторы. А после того, как игра выходит, проходит какое-то время, и она становится классикой, и все они рассказывают об одной из лучших игр. Даже есть такой термин у Nintendo, такой внутренний, инсайдерский, цикл зельды. То есть, какое-то должно пройти время после того, как выйдет игра, чтобы народ влюбился в нее и оценил по достоинству то, что она предлагает. И, как бы, занес ее в сон классических зельд. Ну, а Виндвекер, это как самый яркий представитель. Такого случая. Ну, вот он и босс. Зря я сюда пришел, надо было еще сердце взять. Ну, ладно. Что же происходит с хвостом нашего дракона? Ну, вот, собственно, и босс. Так, я думаю, что, в принципе, на этом мы стрим будем заканчивать, потому что я хочу, чтобы вы сами, когда будете играть, вычислили этого босса, нашли его слабая сторона и научились с ним сражаться успешно. Ой, как видите, это не работает. Да. Да. А тут у нас проблемы со связью, я вылетел, Шайлот вылетел. Ну, хотя бы стрим идет? Стрим идет, тебя слышно, все, я проверил. Я понял. Нас просто не было. В общем, я уже объяснил нашим друзьям, что драться с боссом я не буду, просто потому, что я хочу, чтобы народ сам разобрался, чем его слабые места. Да, правильно, правильно. Правильное решение. Вот там Тетра подсказывает, смени перспективу и осмотрись вокруг. Вот на этой оптимистичной ноте мы и закончим наш стрим. Всем пока, спасибо, кто с нами был, спасибо за вопросы. Спасибо всем. Было довольно интересно, я думаю. Приходите еще. И приятной игры, покупайте Виндвейкер, стримов по Виндвейкеру больше не будет. И не смотрите стримы, играйте сами. Точно. Именно так нужно знакомиться с Виндвейкером. Счастливо. Счастливо.